СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫ Но я был, надо сказать, очень рад, увидев очень многих людей и в храме. С ночи? В некоторых храмах была ночная служба, в некоторых храмах была утренняя служба. Также был рад и даже отчасти восхищен людьми, которые ночи приходили купаться на Иордане. А вы в это время где были? Я ночью освещал одну из купелей, чтобы люди могли окунуться. А сами, кстати, отец Василий, традиция окунаться? Нет, сам я не окунался. Вообще в церкви достаточно двойственное отношение к крещенским купаниям, оно неоднозначное, потому что это всё-таки традиция не сугубо церковная. Это традиция, возникшая уже в достаточно позднее время, можно даже сказать, светская традиция, потому что если говорить о употреблении святой крещенской воды, которая освещается в крещении, то обычно её употребляют либо как для крапления домов, либо для питья. И церковь ещё говорит, что мазаться можно святой водой. Однако традиции купания в святой воде в церковном уставе нет. Более того, есть даже несколько таких достаточно критических отзывов церковных иерархов, которые предостерегают слишком активного увлечения традиции крещенских купаний, потому что иногда бывает серьёзный риск для здоровья. А откуда вообще пошла вот эта традиция? Она каким-то образом поощрялась церковью или, не знаю, вот эти вот крещенские купания? Эта традиция пошла из Палестины, потому что традиция купаться на месте крещения Спасителя пошла с реки Иордан. Ну, купаться в Палестине, я понимаю, никаких проблем как бы нету. Разделся, искупался. Теплее намного. Да, да, да. Ну, вы же понимаете, что наше, всё, что происходит у нас в России, оно зачастую не всегда понятно тем, кто живёт вне её. Понятно. Ну, а нам самим-то, тем, кто живёт в России, понятно? И, соответственно, то, что было доступно, допустим, для палестинцев, когда они купались, и недоступно для них, то для нас вполне приемлемо. То есть мы можем себе, надеясь на помощь Божию, позволить залезть в 30-ти градусный мороз, или сколько вот в этом году было, в 20-ти градусный. 20-ти даже пониже чуть-чуть. Да, надеясь на то, что Господь, видя нашу ревность, уверен, видя наше стремление к Нему, примет это как небольшой наш христианский подвиг и поможет нам в нашей жизни. Другое дело, что если мы затронули, вот так уж получилось, что мы начали не с главного, а с второстепенного искупания, но раз. Мы же люди, мы же люди, да. То есть мы видим, что люди, да, еще со вчерашнего дня, и я видел, что многие священники, ну, те, кто даже не в городе, они готовили, мы знаем, что у нас и вне города есть купели, да, ну, вот у нас в селе Быстрица, значит, отец Николай подготовил вместе с МЧСниками, там, и все такое, вот эта купель. Мы видим, что все готовится, и вот уже со вчерашнего, как бы, со вчерашней ночи уже люди начинают, там, машины уже поехали, люди уже, значит, готовы. И для нас, вот то, что вы называете второстепенным, мы видим, что люди, ну, какая-то вот тяга к этому купанию. Да, для многих людей это часто иногда главный аспект крещенского праздника. А это не так, да? А вот это, да, это не так. И если для человека это главный аспект крещенского праздника, тогда человеку стоит задуматься, все ли правильно расставлено в духовных приоритетах его жизни. И это вот, между прочим, важно. Да, потому что среди критических отзывов по отношению к этому купанию было очень такое немаловажное, о том, что зачастую оно связано с большим количеством суеверий, не относящихся к православной вере. То есть есть, например, достаточно распространенное суеверие среди многих людей, которые, так сказать, купаться ходят, о том, что тот, кто трижды окунулся в купель на крещение, ну, или в Иордань, или как там в это время, да, то тому, значит, на следующий год все грехи. Спустят, смыл грехи тем самым. Я, конечно, собственно говоря, несколько утрирую те или иные высказывания, но суть примерно к этому сводится. Церковь, конечно, к этому относится как к откровенной суеверию, глупости, можно сказать даже, потому что она говорит, что даже если ты 5 и 15 раз окунулся в эту купель, грехи, которые с ним смываются только покаянием, только их исправлением своей жизни, искренним покаянием перед Богом, не смоются с тебя водой. То есть это примерно такого же плана заблуждения, как там в свое время купить интеллигенцию католической церкви, там, и смыть грехи, да, то есть купил и смыл. То есть таким образом нельзя смывать. Есть определенные, ну, извините, я по-человечески скажу, да, ну, просто на своем языке есть определенный порядок, когда ты можешь просить Господа простить твои грехи. И то не факт, что даже если ты будешь просить, ты будешь вот прямо тут же прощен, да? Конечно, конечно. Ведь вы же прекрасно понимаете, что Господь не машины и некий автомат по прощению грехов. Он смотрит в глубину нашего сердца, он видит все наши поступки. Если ты пошел на исповеди, поисповедовался и попросил у него прощения за какой-то свой грех, а потом пошел его же и стал совершателем, считаешь его нормой своей жизни, понятно, что этот грех тебе прощен не будет. Так же, как и святая вода, она является лишь средством, которое Церковь дает нам для нашего духовного укрепления. Если в нашей жизни нет места Богу, если в нашей жизни нет места обращения к Нему, молитвы к Нему, исполнения Его заповедей, то почему нам должна помочь святая вода? Нет, конечно же. Вряд ли она поможет. Мы не говорим категорично «нет», потому что уровень духовной жизни у каждого человека свой. и как Господь помогает каждому человеку, тоже тайна Божия. Но определенно можно сказать, что без искреннего движения к Богу, к человеку, все средства оказываются, а остальные, как вспомогательные, они бессмысленны. Отец Василий, и тогда уже мы приближаемся, собственно говоря, и уже приблизились, наверное, к основному значению. То есть, ну, во-первых, наверное, всех православных с праздником, мы с тобой забыли сказать. Еще раз, нет, мы поздравили в самом начале, поздравили, конечно. И отца Василия тоже. И все-таки, то есть, праздник Крещения, с одной стороны, это праздник, с другой стороны, значит, это какие-то традиции. И все-таки там есть нечто более существенное. Что-то находится вот в фокусе, в центре, как бы вот, когда мы говорим праздник Крещения. И я бы хотел, чтобы Вы вот сейчас вот сказали основной смысл, основное значение, самое важное, если это можно как бы вообще вычленить и сказать, все-таки в чем? Вот слово Крещение, когда мы употребляем, мы же вкладываем в него несколько зачастую значений. Когда мы говорим о Крещении, мы говорим о евангельском событии, которое описано в Святом Евангелии, о чем мы сейчас поговорим. Мы говорим о Крещении как о таинстве в церковном, с которого начинается духовная жизнь всякого христианина. То есть первое таинство, совершаемое после рождения над человеком, для его вхождения в церковь. А также мы говорим о Крещении, как вот Вы уже отметили, как о некоем даже наборе христианских традиций, которые сформировались в нашем христианском менталитете нашего народа. И, конечно, все эти аспекты завязаны на главном значении Крещения, на евангельском событии. Евангелие повествует нам о том, что предтеча, то есть предшественник на русский язык, Иоанн Креститель, вышел в Иудейскую пустыню, по которой протекает река Иордан, с призывом к своему народу покариться, потому что приблизилось Царство Божие. И покаяние это должно было начинаться с Крещения, с омовения в реке Иордан. Это понятно, что... Сейчас спросят, Вы же только что сказали, что вода не смывает грехи. Это был начальный, видимый акт, который показывал человеку видимым образом, что Господь силен простить твои грехи. Ты можешь исправить свои грехи, как вода смывает грязь с человеческого тела, так и благодать Божия, так и Бог может очистить свою душу от грехов, если ты пойдёшь за ним, если ты будешь исполнять, жить нравственно и жить по заповедям Божьим. То есть это была некая, скажем, в какой-то степени некая метафора по ходу, да? То есть как, вот как Вы сказали, как вода смывает грязь, да? Конечно. Любое церковное таинство, любой обряд наполнен этими образами. То есть смысл наших внешних обрядов состоит в том, чтобы через эти образы показать нам подлинное движение духовной жизни, нашей христианской жизни. И что за этим следует? К нему приходят люди, начинают креститься, и Евангелие же не просто говорит, что вот он пришёл, а мы в реке Иордан, столько-то народу, да? К нему приходят, одни люди спрашивают, как нам жить? Он им говорит, поступайте правильно, приходят воины, говорят, как нам поступать? Он говорит, никого не обижайтесь, не обижайтесь и довольствуйтесь своим жалованием. И так далее. То есть для него само крещение есть изменение жизни, очищение, начало очищения от собственных грехов. Но вот настаёт тот самый священный момент, о котором мы сейчас говорим. К нему на Иордан приходит Господь Иисус Христос. Воплощённый Бог. Бог и человек, который, естественно, по определению не имеет никаких грехов. Он был лишён всякого греха, и он просит у него креститься. На что Иоанн, который, как человек, просвящённый Духом Святым, посвятивший много времени общению с Богом в пустыне, он говорит, это мне надо креститься у тебя. Он говорил ранее, за мной грядёт тот, кому я даже не достоин развязать ремень сапога. Иоанн Креститель говорит. Иоанн Креститель говорит. И вдруг Христос к нему приходит и говорит, крести меня. Иоанн говорит, я не достоин. И Христос говорит, это нужно, чтобы исполнить всякую правду. То есть, Христос совершает крещение, чтобы показать, что это именно Он, именно о Нём говорили древние пророки, когда говорили о том, что в пророчествах о том, что вода станет исцелять человека. Это Он, точнее, Христос крестится для того, чтобы показать, что крещение в будущем в Церкви станет началом духовной жизни. Это Он крестится для того, чтобы показать, что Его слова, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное, не есть пустые слова, а есть прямое указание для нашей христианской жизни. То есть, исполнить всякую правду, это значит установить на все будущие времена крещение как начало христианской жизни. А вот этот сам ритуал, вот уже тогда Иоанн Креститель, он крестом крестил вот в это время уже Иисуса, или еще тогда были какие-то другие символы там? Нет, конечно. Иоанн Креститель в принципе не мог крестить крестом, потому что само знамение креста, как христианский символ, еще не появилось в истории. Это позже произошло. Потому что Христос был распят на кресте в конце своего служения. До этого крест был символом позорной казни. Каким образом Иоанн Креститель совершал это и через какие молитвы, через какое обращение к Богу, какие действия он совершал, мы не знаем. Мы затрудняемся даже сказать подробно, каким образом какое перст сложение пальцев для крестного знамения было у апостолов. есть разные мнения, не говоря уже о том, каким образом совершал крещение Иоанн Креститель. У нас просто нет данных. То есть все это уже появилось позднее. А здесь мы говорим о неком факте, который имеет достаточно большое и важное значение для христианства в целом. Конечно. Крещение это определяющий момент начала уже и человеческой жизни и общественного служения Господа Иисуса Христа. Но если мы сейчас вернемся как бы с этого исторического факта и все-таки уже будем говорить о значении крещения для человека, потому что ну понятно сегодня праздник крещения, но мы об этом говорим не потому, что сегодня праздник крещения, хотя в том числе праздник крещения, а для того, чтобы понять, а что означает крещение в жизни человека как таинство, то есть ну хорошо, проходит это таинство, вот мне очень нравится, когда вы говорите о духовном рождении человека, видимо, здесь достаточно большой такой емкий смысл во всем этом есть, но все-таки хотелось бы, чтобы вы немножко об этом более подробно поговорили. Мне будет, честно говоря, несколько тяжело раскрыть все аспекты таинства крещения и особенно вот этого духовного рождения. Наиболее важный с вашей точки зрения сегодня, вот на данный момент. На мой взгляд, в крещении происходит самое главное. Человек становится, душа человека изменяется таким образом, что он становится способным к восприятию Божьего слова, к следованию его заповеди и становится способным к восприятию благодати, которая ему подается через церковные таинства. То есть открываются некие ворота? Мы не знаем, как это происходит в человеческой душе. Мы не можем охарактеризовать, как это Господь делает. Именно поэтому для подобных обрядов и ритуалов, как вы в общем тоже отчасти правильно выразились, есть определение в церкви таинства. Таинство как тайна Божия. Как мы можем описать, каким образом благодать Божия воздействует на душу человека? Каким образом мы можем измерить уровень духовности человека? А нет никаких описаний святых или еще кого-то, которые бы рассказывали, как они ощущали воздействие на них этого Божьего таинства? Таких описаний очень много. Все жития святых зачастую наполнены указанием на общение этих святых с Богом, на духовное общение. Сейчас достаточно неожиданный был вопрос. Приведу первый пришедший в голову пример. Все мы знаем знаменитого преподобного отца, святого, знаменитого русского Серафима Саровского. У нас храм есть в городе в честь него. И вот он описывал свое духовное состояние от общения с Богом такими словами, что если бы человек знал какое блаженство и радость он испытывает от общения с Богом, от жизни вечной с Богом, то никакие бы радости и все восторги нашего мира показались бы ему совершенно пустыми и совершенно бессмысленными. Нашего мира в смысле материального. Ну да, материального. Наши восторги, которые даже мы не берем какие-то меркантильные восторги, допустим, в новый дом переехал, машину купил. даже взять такие очень высокие по нашим меркам радости рождения ребенка. Вот я в эту сторону думаю, радость материнства, радость отцовства, торжество от оконченной школы. То есть фактически он говорит, что вот умножай во сколько у тебя представления хватает вот это ощущение и ты может быть поймешь где-то там чего это означает? Что это за радость будет, если ты общаешься непосредственно с Богом? Я думаю, что это его слова это были просто слова восторга, слова того, что он не мог этого выразить. Как это достигается? Он давал советы стяжания Духа Святаго, то есть особое скажем так устроение своей жизни в основе которой лежит обращение к Богу, молитва и соблюдение заповеди Божьих. Вот. Но приоритетом конечно же является стремление к Богу и стремление к общению с Ним, ощущение Господа. Это очень тонкие материи, их очень тяжело описать словами, их очень тяжело описать. Это все познается в рамках, в процессе духовной жизни. Это невозможно даже описать в учебниках. По мере накопления духовного опыта. Вы можете это, это невозможно описать словами, это можно увидеть, это можно прийти в храм и посмотреть на людей, которые, на бабушку там 80-летнюю, которая стоит как свечка там, допустим, 3-4-часовую службу, а рядом мнется какой-нибудь такой широкоплечий пацан, который бы там сейчас по 40, этот, взял бы 40 килограмм и 20 километров бы отшагал с ними и ничего, а на службе его ломают, потому что бабушка стоит, она вся в таком молитвенном общении, для нее все эти тяжести окружающие совершенно незначительные. Крестный ход, мы об этом уже говорили, тоже является живым примером того воодушевления, той радости невероятной, которую Господь дает человеку. Тестер Василий, а вот ведь разные возрасти люди крестятся, кто-то кому-то там счастливится, так сказать, по рождению там сразу кого-то крестят, кто-то... Церковь говорит о том, что идеальный возраст, да, человек 40 дней после рождения? Идеального возраста для церкви таких определений-то нет. Это некая общераспространенная норма, которая помогает родителям сориентироваться, когда крестить. Если у человека есть угроза его жизни при рождении, его могут крестить в первые же часы его жизни, не дожидаясь 40 дней. Кто-то там вырастет, крестится, кто-то вообще уже во взрослом, так сказать. Вот это вот есть значение, какая-то разница в том, в каком возрасте человек? Принципиальной разницы, конечно же, нет. Принципиальной разницы нет. Есть разница между возрастом сознательным и несознательным. Это понятно. Крещение, таинство крещения, оно всегда чрезвычайно важно сознавалось церковью, как начало рождения, духовного рождения. И поэтому человек давал всегда обещания перед крещением. Эти два обещания состояли из двух частей. Отвержение дел дьявола, второе обещание сочетание с Христом. То есть отвергаюсь своих греховных привычек, грехов, дел дьявола, да, и сочетаюсь с Христом, то есть намереваюсь жить по Христовым заповедям. И это обещание отдают все, независимо от того, сознательные они или несознательные. Но у вас несознательными проблемы, то есть ты достиг 18-летнего возраста, ты пришел к священнику, я хочу быть христианином. Священник тебе говорит, хочешь быть христианином, отвергнись дел дьявола и сочетайся с Христом, начни жить по-христиански. И я тебя тогда крещу, изъяви это желание. Он изъявляет, он его крестит. Что делать с детьми? Дети маленькие, то есть принесли два месяца от рождения. Он же не может сознательно сказать. Они априори чистые вещи. И за них обещания. Речь-то идет об обещании. И вот за них как раз дают эти обещания эти крестные. То есть в этом есть разница. И здесь получается, что крестный на себя за то, какое воспитание получит вот этот малыш. То есть он дает за него эти самые крещальные обязательства. Надо различать. Он не дает обязательства, что будет отвечать за все проступки, за все грехи этого человека в течение всей его жизни. Так за что он берет на себя обязательства? Только за то, как этот человек будет воспитан в своем детстве. в своем несознательном возрасте. Насколько он получит знания о Божьем До какого периода? Мы не можем говорить, что это переход от несознательного возраста к сознательному. Разные люди по-разному определяют этот переход. Ну да, некоторые и в 20 лет еще несознательные. Дурак дурак. Крестный должен нести в данном случае за него ответственность. Крестный должен все время приходить. Ты уже сознательный? Ну-ка, дай посмотрим. Дело крестного, конечно, не определять сознательный или несознательный, а приложить все усилия, чтобы этот человек, когда в 20 лет остался дурак-дураком, он иногда вспомнил своего крестного и подумал, что мне перед ним наверное стыдно будет. Перед ним перед Богом. Вот ответственность крестного, потому что я знаю к сожалению массу крестных, которые поучаствуют в ритуале не проблема, участвуют, а потом родители же есть, что я тут как бы пусть я не буду тут вмешиваться и там не буду вмешиваться и так далее и так далее. и мы очень часто можем увидеть, когда человек идет не по Божьему пути. Ну я могу вам что сказать на это? Это конечно отрицательный пример вы сейчас привели. Не как пример. Ну так или иначе таких примеров хватает у нас. И что в этой ситуации мы в рамках обсуждаемой темы можем сказать крестным? Давайте мы об этом продолжим уже после рекламы. Надо нам сейчас прерваться, сделать это и скоро продолжим. Союз нерушимый Если вы только-только настроились на волну нашей радиостанции или вы слушаете нас в интернете, включили вещания, то напоминаю, что мы говорим сегодня о крещении, именно сегодня православные празднуют крещение, 19 января, и у нас в студии Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища. Мы говорим о сути, смысле, значении крещения. Вот сейчас говорили только что о крестных, о том, что они ответственны. И прозвучал как бы у нас вопрос все-таки. Если вы помните. В связи с праздником крещения мы затронули такой вопрос о том, что во время таинства крещения для малышей употребляются или присутствуют крестные, которые дают за него обещания Богу. Следовать заповедям Бога. Да. И если раньше в православной церкви крещение совершалось, скажем так, только по факту обращения людей в храм, что вот нам надо крестить малыша, то сейчас, например, в нашей епархии по всем храмам введена общая практика одной беседы, так называемой огласительной, то есть просветительной беседы с освященником, преимущественно с родителями и особенно с крестными. Именно для того, чтобы искоренить тот негативный, скажем так, момент нашей общественной и духовной жизни, когда крестный участвует, так сказать, в таинстве крещения и давая за этого человека Богу обещание, потом зачастую забывает об этом факте, теряет всяческую связь с тем, за кого он обещание давал. К сожалению, да. И вообще забывает о тех обязательствах, которые он брал на себя перед Богом за этого человека. Мы пытаемся хотя бы напомнить, убедить людей о том, чтобы они не теряли эту связь, потому что ты Богу пообещал, Господь по-любому с тебя спросит. Ты придешь к нему в конце жизни, и Господь спросит, а вот ты участвовал в крещении, ты согласился родителям помогать в воспитании христианского, воспитании их ребенка, что же ты сделал? И тогда часть ответственности за грехи, за ошибки того человека, о котором ты забыл, о котором ты потерял в своей жизни, вполне возможно, Господь возложит и на тебя. Мы не можем говорить, как это будет определенно, но обещание дано, и обещание, особенно перед Богом, обещание надо исполнять. А в чем, кстати, праведная связь крестного и крестника? Что должно происходить? Какими событиями должна быть наполнена жизнь? Нет никаких канонов, которые описывают связь крестника и крестного. Я бы мог охарактеризовать это как просто доброе общение, когда крестный примером своей жизни показывает человеку Вот это слово пример своей жизни у нас звучит, по-моему, при каждом передаче. Когда крестный придет и поздравит своего крестника с днем его ангела. Когда малыш в 7 лет впервые пойдет на исповедь, он спросит у крестной, крестный, а как там на исповедь, и что там делать, и что там говорить, там, батюшки. И крестный, который сам, дай Бог, сходил на исповедь, он ему расскажет. А ты вот подумай, там, вот это, вот это, вот это расскажешь, так Богу покаешься, и Господь, вот, тебе будет помогать это исправлять твоей жизни. Понимаете, это все очень, всегда очень таинственно, очень сокрыто, не может быть описано какими-то едиными правилами. Ну, наверное, это сложно описать, конечно. Я вспомнил мою семью, моя мама, у нее, у отца, то есть у моего деда родной брат был ее крестным, он ушел из жизни 10 лет назад. Дарство небесное. И она до последних дней называла его никак иначе как крестный. То есть никогда не по имени-отчеству не Геннадий Павлович, а именно крестный. Ну, да, я тоже знаю таких людей. Большое значение для нее просто. Знаю таких людей, и да, действительно, они действительно так относятся и к своим, да. У меня было двое крестных, женщина и мужчина. С женщиной мы, в конце концов, потеряли контакт. То есть, вот я где-то лет, я ее хорошо, вот, при том, что я потерял с ней контакт, наверное, я думаю, что не позже семи лет, но я крестную очень хорошо помню. Я помню ее, например, даже не за какие-то ее там наставления или это, а за то, что когда-то она пришла к нам домой и научила меня розетку электрическую ремонтировать. Это же сколько вам крестная научила розетку. Она сама умела, я сидел рядом, смотрел, и сейчас я могу, в общем, электрику сделать спокойно. А началось все с того, что крестная научила. А с крестным, например, мы общаемся вплоть до сегодняшнего времени и переписываемся, и, так сказать, я к нему ездил неоднократно, он живет там на Валдаев, Новгородскую область. Вот для меня это вот пример хорошего. У вас родина Санкт-Петербург, да? Да. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. А вот скажите, пожалуйста, можно говорить, что там, в связи с тем, что во время крещения человек там духовное рождение получает, что именно в этот момент Господь дает ему ангела, хранителя? Ну, церковь говорит, что да, что именно так и происходит, что ангел, хранитель преподается человеку именно в момент его крещения. Каким образом это делается? Мы, опять же, не знаем. Ангельская жизнь, жизнь небесных сил, она для нас открыта очень слабо, приоткрыта очень слабо. Мы не можем сказать там, пришел, начал их хранять и так далее. Но мы говорим о вере церкви, о том, что действительно ангел, хранитель дается человеку при крещении. А вот такой у меня еще вопрос. А я про гадание еще хотел спросить. Давай, спрашивай, а то я тебе не дам спросить. Вопросов очень много. Да, прошу прощения, Дмитрий Салевич, про рождественские гадания, так или иначе, это присутствует, про крещенские гадания, простите, так или иначе, это присутствует в нашей жизни. Как церковь относится к позиции православной церкви? Позиция православной церкви к гаданиям резко отрицательная, вы знаете, да, даже вот мне один священник рассказывал, что ему задали вопрос, церковь относится отрицательно к гаданиям, а как она относится к крещенским гаданиям? Сам вопрос поставил его несколько в тупик. Вот, но если вот посмотреть на это, ответить на этот вопрос, то можно ответить так, что церковь особенно, сугубо отрицательно относится к крещенским гаданиям. Хотя бы потому, что плохое дело, сделанное в обычное время, это плохое дело, предусудительное и позорное, а плохое дело, сделанное и омрачив праздник, и омрачив праздник. Ну, вы хотите сказать, что не просто в праздник, а святой, как бы, какой-то праздник, святой день. Ну, Господи, если человек какое-нибудь непотребство совершит под новогодней елкой, это будет воспринято вдвое предусудительнее, чем просто в какое-нибудь обычное время. Двойное общественное порицание. Отец Василий, хорошо, я вот как бы разовью. А для многих людей гадание, оно не как как бы какое-то там колдовство, они иногда воспринимаются как просто игра. Вот, и в этот момент тоже, или если люди как уже знают, что это типа, ну, поразвлекаемся просто, но не там, что не так, что вот глубоко веруя во все это, а просто там, ну, тестируют же там друг друга иногда, ну, игровые тесты какие-нибудь, посмеяться, чтобы там. Вот, во всех случаях мы должны, так сказать. Да, церковь очень категорично к этому вопросу относится, она предостерегает людей даже от участия в гаданиях как игре или какому-нибудь развлечению, забаве. Ну, по очень простой причине, потому что духовная жизнь, она не менее имеет, может быть, аналогичные законы жизни телесной нашей. Ну, вот, если пойдет какой-нибудь, допустим, наркоман, да, или просто человек, и в клубе там, в современных клубах иногда бывают такие негативные явления, когда там наркотики распространяют, подойдут, отдадут таблетку и скажут, ну, это ж как игра, давайте вот там, погоняем там, кому достанется, тот съест, да, воспринимается-то как игра, а последствия-то могут быть как... Ну, не знаю, тут аналогии, тут сравнения хромают, я бы сказал, потому что... Для нас эти сравнения, они очень живы в данном случае, и на мой, с точки зрения духовной, эти сравнения очень четкие, то есть невозможно прикасаться к греху, очень опасно прикасаться к греху даже в качестве игры, потому что игра формирует что? Формирует наше сознание. Дети формируют свое сознание в детстве через игру. Ну, да, для них вся жизнь, собственно, игра в детстве, да. Зачастую взрослые, да, взрослые, те или иные, скажем так, формы познания облекают в игровую форму. Правильно? Да. То же самое касается гадания. Вот. не стоит прикасаться к тому, что может очень сильно осквернить твою душу даже в качестве шутки или игры. Если вы оскорбите человека, а потом скажете... Я пошутил, да. Правильно? Да, да. Он как вас примет? Он, конечно, отнесется к вам не так, как если вы скажете ему оскорбление, как оскорбление. Но осадочек это останется, правильно? Это точно. Это точно. Вот так быстро истекло время наши беседы. Да. Еще есть вопросы. Вопросы, что-то, конечно, не разрешает. Вопросов, конечно, много. Да. Священник Храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Ветского Духовного Училища, Василий Песов. Спасибо, отец Василий, большое. Спасибо большое за очень приятное общение. Еще раз поздравляю и вас, дорогие ведущие, и всех наших слушателей с праздником Святого Крещения и желаю, чтобы Господь с проявляющей зримо проявляющей свои благодатные дары в этот праздник облагодетельствовал ими и нас, с вами укрепив нашу жизнь и духовно, и телесно. Мы присоединяемся. Да, Владимир Сметанин, Азиз Агаев. До свидания. Спасибо. До свидания. Союз Нерушимый